Не секрет, что в любом обществе и государстве существуют проблемы сиротства. Если не каждый может стать для ребенка мамой или папой, то всегда были и есть люди, желающие оказать помощь детским домам и готовые подарить детям-сиротам частичку тепла. Но так ли это просто помочь? С какими трудностями сталкиваются желающие оказать детям помощь? Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и мы его ведущие Виктория Новикова и я, Роман Пленсков. Мы начинаем. И хотим представить нашего первого героя. Это Гульфия Матугулина, руководитель социального творческого проекта «Я добро творец». Активист регионального общественной организации Академии творческой молодежи и вообще идейный вдохновитель. Гульфия, расскажи, пожалуйста, немножко о своем проекте, чем вы занимаетесь. Здравствуйте! Проект был придуман, наверное, когда-то он питался, я давно-давно этим хотела это сделать. Но вот и в этом году только решилась, придумала, защитила грант и вот начала реализовывать. В чем суть? Есть доноры крови, которые даруют кровь, спасают жизни. А я хочу создать такую базу доноров творчества, которые будут именно творить и делиться душой своей, творчеством своим для детишек, для домов-пристарелых, для реабилитационных центров. То есть людям, которым это необходимо, потому что иногда даже не деньги решают, наверное, а вот все-таки твое тепло, которое ты отдаешь, оно большую роль играет. И поэтому я знаю, и за 7 лет, пока я здесь живу, в Казани, у меня накопился такой, наверное, огромный багаж связей людей, которые готовы дарить людям свое творчество. И, соответственно, поняла, что надо с этим что-то делать. Если это не делать, то кто, если не я? И вот решилась, и сейчас мы реализуем, потихонечку набираем людей. У нас уже есть свой сайт появился, свой логотип есть. Есть уже на сайте 55 человек, которые точно готовы помогать. И как раз благодаря сайту мы их зовем на мероприятие. Наконец-то мы подружились с Министерством образования и науки Республики Татарстан. И тоже совместно работаем. И безумно приятно, что есть все-таки люди, которым реально хочется помогать просто так, безвозмездно. Потому что в нашем современном мире добро — это такая очень хорошая валюта, которой можно расплачиваться. В любом случае, это дело непростое. Помогать кому-то какая-то благотворительность — это всегда большой труд. С какими проблемами вы сталкиваетесь, когда хотите оказать какую-либо помощь? Проблем, на самом деле, наверное, самая такая большая проблема в том, что очень много людей хотят. Я, в принципе, хочу помогать. Но у каждого вот эта вот помощь, она расценится по-разному. Кто-то может, например, просто денежку отдать, и он считает, что это его галочка, что он это сделал. Ну, молодец. Но куда эти денежки пойдут? Куда это все пойдет? Я не знаю. Почему я, наверное, еще взялась за эту идею? Потому что здесь я реально вижу, вот я пришла, я спела, я провела мероприятие, и тут же я вижу обратку, это улыбки детей, это благодарные глаза родителей, и вот это вот тепло, добро, которое они отдают. Мне еще там бумерангом возвращается очень много. Я безумно счастлива, что есть такая возможность. Сложности бывают в том, что, например, конкретно моя сложность, у меня на самом деле очень много добротворцев, которые готовы помогать. И действительно, в основном это, конечно, музыканты, потому что не так много сейчас в других сферах, а музыка, это моя жизнь, поэтому с музыкантами нет проблем. И вот у меня сейчас, например, проблема. У меня вот именно людей, которые об этом рассказывают, это вот именно журналисты, это люди, которые будут, например, вести контакт, инстаграм, социальные сети. И с этим тяжело. Я не знаю, почему, просто вроде как бы не так сложно, но вот мне почему-то это такая большая сложность. И на самом деле, там, пользуюсь случаем, если кто-то хочет, вдруг неожиданно приходите, я буду рада, мы открыты и готовы принимать новых людей. А так, еще бывают, наверное, сложности мне еще были в самом начале, когда не знала я вообще, что... Много не изучала, но просто помогала людям. И с учетом того, что я не из Татарстана, я в своей родной области Кировской очень много даже помогала. Сложность была в том, что, во-первых, ты не знаешь, куда обращаться, ну, вроде как бы хочешь, но ты не знаешь даже, где этот детский дом. Хотя сейчас век интернета, и можно бить вроде и договориться. Но одно дело, ты звонишь непонятный кто и говоришь, здравствуйте, я такая-то, такая-то, вот, хочу вам помогать, у меня есть ребята, давайте мы приедем вам концерт сделать. А я понимаю, как реагируют, наверное, даже директоры там приемные, просто, ну, а вдруг я какая-то плохая, сейчас наш мир такой жестокий, что вдруг я какой-то с корыстной целью туда иду. И, ну, были моменты, правда, что как-то очень странно реагировали и не шли на контакт. Хотя вроде я предлагала, может быть, давайте встретимся, обсудим все. Но как-то вот тяжело было. И поэтому я решила, что нужно идти выше. И мы уже непосредственно пришла к Ларисе Олеговне Сулими, заместитель министра. Мы рассказала свою идею, меня поддержали. И сейчас вот мы потихонечку начинаем уже совместно работать. А по сути, кто должен помогать, мы или государство? Или как-то вместе объединить усилия? Да, это, наверное, должно быть вместе. Потому что у разного разные цели, наверное. Потому что государство это управляющий орган. И если, например, в одну сторону только идти, то можно забыть о другом. А здесь мы чисто с точки зрения, что у нас есть свободное время, хотя у меня его очень мало, но я как-то пытаюсь его выкромцать именно для того, что мне действительно дорого, у нас есть желание нереальное, и у нас есть способ получить удовольствие. То есть я вот получаю от этого нереального удовольствия. Мне очень комфортно, мне очень приятно. Тяжело, с одной стороны, потому что, например, это детский дом, и не знаешь, как им помочь. Вроде как бы им хватает только... Иногда просто им нужно обнять их, и они уже счастливые, довольные. Когда мы проводили в Циферблате спектакль недавно, перед Новым годом, было в этом, когда я прощалась с детьми, мы провожали их, они уже одевались, и были такие 6-7 лет, маленькие совсем детишки, и они ничего не говорили, они там, они просто хлопали, а когда я их провожала, каждый просто в очередь встал, они меня просто обнимали. И я уже, меня уже так немножко потрясывает. Я понимаю, что я... Как быть-то, что ж с вам, как вам помочь? А мне шофер так пошутил, что забирай! Но я понимаю, что, ну, как я это не могу, это надо, это столько надо, на самом деле, продумать, это нельзя. Это очень ответственно, да. Поэтому это, конечно, тяжело, но, с другой стороны, безумно приятно. А может ли как-нибудь вот доброволец или волонтер повлиять на процесс становления личности самого ребенка? Помочь ему... Конечно. Встать нормально, выбиться в люди? Конечно, потому что мы можем... Вот именно почему там, я считаю, что мой проект такая, сама себя похвалила, мой проект классный, потому что мы не навязываемся. Ребята, которые... Добротворцы, это все, вот абсолютно все это ребята, которые сами хотят. Я никого никогда не заставляю, я просто предлагаю. Не хочешь, друг, я найду другого. Я знаю, что таких людей очень много здесь у нас в Старстане, в Казани конкретно. И, не знаю, можно, нужно. Просто одно дело, кто-то там хочет помочь материально, да, если там принести, ну не знаю, там, что в основном детям. Думаю, то сладкое, порадуй ребенка, там, принесу ему одежду. А другое дело, наверное, вот как ты правильно говоришь, вложить частичку себя в этого ребенка. Да, и это вот на самом деле были даже моменты, когда мы перед Новым годом как раз тоже спектакль делали в циферблате. Только не надо сладкого, только не надо сладкого. Я говорю, да я и не планировала вообще в принципе сладкое, потому что я знаю, наверное, им... Они в принципе же, это точно такие же детки, просто у этих детей, к сожалению, так получилось, и в этом виноваты взрослые. У них нет мам, и... Нет мам, нет папы, и они не виноваты. И самое главное сейчас своим примером, а если еще приводить именно дети детям, вот почему я устроила именно концерт, спектакль мы сделали с студией актерского мастерства Гульнара Качалова, где я работаю, пришли ребятки, мы показывали Том Сойера, они показывали. И вот это вот именно дети детям, это самое важное, потому что они видели, как дети играют на сцене перед ними. И вот этот пример того, что в любом случае это здорово, это интересно, им это безумно понравилось, там были нереальные эмоции. Может быть, чуть-чуть, может быть, это у меня какая-то космическая мечта, это может быть какая-то нереальная, утопическая идея, что они после того, как пообщаются с нами, с людьми творческими, им захочется по-новому себя открыть, какие-то, может быть, куда-то... Вдруг кто-то захочет сразу петь, кто-то захочет вышивать или еще что-то делать, да? То есть мы даем возможность поверить в себя, потому что они, к сожалению, вот этой веры, которую нам обычно дают родители, вот этого веры нет. А тут я считаю, что у нас такая, наверное, миссия помочь им поверить в себя, потому что это тяжело. Хорошо. Хочу представить наших экспертов, которые присутствуют у нас сегодня в студии. Это Мусабирова Зульфия Вазиховна, начальник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки. И Богова Светлана Алексеевна, директор Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без родителей, подготовки и сопровождения замечающих семей. Добрый день. Поскольку здесь затронута тема сиротства, да, тема детских домов, я бы хотела просто проинформировать, что в настоящее время в республике всего 13 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без подчинения родителей. И они находятся в трех ведомствах. Это дом ребенка, учредителем является Министерство здравоохранения. Это 8 детских домов и 2 школы-интерната, это система образования. И есть 2 учреждения, 2 интерната, ведение Министерства труда, занятости и социальной защиты, где содержатся ребята, которые имеют значительные заболевания в здоровье, это глубоко умственно отсталые дети. Всего в республике в этих 13 учреждениях на сегодняшний день воспитывается 540 воспитанников. Если говорить о детских домах системы образования, это 162 ребенка. И, конечно, большое спасибо тем творческим людям и тем инициативным группам, которые ежегодно оказывают социальную помощь. Хочется отметить, что социальная помощь намного важнее, чем действительно сладости и конфеты, которые каждый ребенок в детском доме имеет предостаточно. Важно именно отдать как альтруисту частичку себя, для того чтобы ребенок на примере взрослого мог уже смоделировать эту ситуацию для себя в будущем. Нам очень нравится совместный проект, который проводит Гульфия. И действительно, этот проект, наверное, он будет продолжаться, иметь продолжение, поскольку мы заинтересованы, здесь собрались творческие люди. И, в общем-то, я не знаю, я буду раскрывать секрет вашего следующего проекта, либо вы расскажете о нем сами, он настолько содержательный, то есть ребята собираются на выставке благотворительно заработать деньги, и затем уже адресно приехать в Елабужский детский дом и посмотреть, поскольку там у нас есть студии творческие, что нужно каждому воспитаннику, и адресно кому-то краски, кому-то цветную бумагу, кому-то наборы познавательные. То есть... В этот момент того, что взаимодействие, я не пошла, просто там не вбила в гугле детский дом и просто не позвонила, сказала, вот я тут выставку хочу делать, продажу картин, и все деньги пойдут в детский дом, да, а я просто целенаправленно пришла к Зульфе. Возвиховне сказала, может быть, есть какой-то детский дом, который вот нужно им это, больше всего нужно. И мне там показали огромное количество работ этих детей, которые есть и в кабинетах в Министерстве образования. И я поговорила с директором, и я прям поняла, что нам надо оттуда ехать, помогать. То есть получается вот этот вот путь того, что не всегда хорошо напрямую куда-то бить, лучше обращаться через Министерство, через тех людей, кто в этом более-менее осведомлен. Да, я вам в начале разговора подчеркнула, что у каждого учреждения есть свой учредитель. Действительно, позвонив со стороны, каждый директор, он, ну, естественно, опасается, поскольку все дети у нас находятся в Государственном банке данных, а детях, оставшихся без попечения родителей. И вся информация о них, в принципе, закрыта. Если что-то попадает в СМИ, мы можем дать только имя и начало там, фамилии, возраст, например, Катя Ка, 12 лет. С этой целью, конечно, директор направляет, естественно, любого человека, кто хочет оказать помощь, к учредителю. И здесь уже оговариваются предметы. Предмет, например, либо это разовая какая-то помощь, либо это проект длительного содержания. Поэтому я советую всем обращаться к учредителю в первую очередь. А какая помощь эффективнее? Вот каждого из нас, человека, или все-таки помощь через какие-то благотворительные организации и социальные проекты? Ну, вы знаете, вот так сравнить и сказать в целом, да, где эффективнее, трудно, поскольку, как и у медали, есть две стороны, да. Может быть, ребенку важно объятие, да, то, что советуют психологи, даже своих собственных родных детей, в день 5-6 раз обнять, поцеловать, чтобы... Чтобы ребенок почувствовал теплоту, любовь, заботу. То же самое, допустим, нельзя сравнить, купили детскую площадку, поставили в детский дом, либо пришли и научили там петь, рисовать, танцевать. Это, мне кажется, такие вещи несравнивные. Но помощь, она как нужна и от больших организаций, да, так и индивидуальные, адресные. А вот что дальше делать? Вот обнимание, там, поцеловать этого ребенка, это, конечно, хорошо. Но когда-то ему придется выпускаться из этого детского дома и из тех учреждений, и я не думаю то, что в мире его будут вот каждый подходить и обнимать по 5-6 раз, целовать. Его общество абсолютно другим ждет. Что ему делать? Как ему адаптироваться? Не травмирует ли то, что вот к нему так подходят, а потом бац, все меняется резко. То есть в детдоме было все, а вышел он за его пределы, и у него нет ничего? Ну да. Это такая же семья. Детские дома в республике очень малочисленные по составу. Есть, где живут и 15 ребят, и 20. То есть если взять многодетную семью в любом там сельском поселении или в городе, это свой мир, своя семья, где также ребенка научат, условно говоря, всем бытовым навыкам, да, и мусор вынести, и квитанцию оплатить, и как гостей встретить, из чего каша готовится, как чай заварить. То есть сейчас мне трудно с вами спорить, поскольку вы представления в целом не имеете о детском доме. Нет, со мной просто спорить не надо. Ну и рассуждать на эту тему. Поправлю себя. Да, Мира, я вижу, ты хочешь задать вопрос. Да, вот хочу задать вопрос. Смотрите, я никогда не был в детском доме, думаю, это как-нибудь сделать все-таки. И постоянно, когда показывают детский дом по телевидению, там показывается то, что дети живут достаточно хорошо. Финансирование очень большое, детей постоянно окружают какой-то заботой, и постоянно какие-то материальные блага к ним постоянно приходят. Вот вы говорите, что какую-то цветную бумагу принести, показать выступление, а вот длительное воздействие на ребенка, он ведь, как уже сказал Роман, он выйдет из детского дома потом, вот через пару лет, то есть сейчас ему, например, три года, пройдет некоторое время, 18, и он уходит из этого детского дома. И он в итоге не готов немного к жизни. Его чему-нибудь учат в этом детском доме или нет? Ну, вот давайте начнем с того, что вы, наверное, насмотрелись старые фильмы, где ребенок поступал в детский дом три года и, условно говоря, выходил по достижению совершеннолетия. Сейчас детский дом – это дом временного содержания. Основная задача детского дома – передать ребенка в семью. Вот если хотите, я озвучу вам цифры. В целом в республике Татарстан 94% детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях граждан. Я вам уже говорила, вот в детских домах осталось 162 ребенка системы образования. И основная задача – это передать ребенка в семью. У нас не живут дети по 10, по 12 лет. Дети временно находятся там. И основное, что они получают, это они получают в замещающей семье, так же, как в кровной и родной. Я директор Центра Семейного устройства, но много лет работала директором детского дома. Сначала Советского района, потом Кировского района. И все эти детские дома закрылись в связи с тем, что мы детишек передали в приемные семьи. И теперь мы работаем с этими приемными семьями и детками, которые там воспитываются. Вот эта большая армия детей, которая сейчас воспитывается в приемных семьях, она как-то у нас немножко ушла на второй план. Мы о ней совершенно не думаем и не знаем. А приемные семьи как раз нуждаются в таком вот внимании. То есть вы говорите про детские дома, про детей-сирот. Да, их всего 160, а в приемных семьях их 11 тысяч находится. Поэтому здесь немножечко наше общество, наверное, нужно переориентировать. Что нужно обращать больше внимания на устройство детей в семью и поддержание их там нахождения, помощи и так далее. То есть мы, когда, будучи работой в детском доме, когда приходили ко мне волонтерские организации, студенты, то есть мы с ними сразу изначально оговаривали, как они будут оказывать эту помощь. То есть мы говорили, что это не будет единовременно, что у нас есть семьи, вот в детском доме как у нас, квартира, семьи, группы раньше назывались. Вот, у нас есть группа, допустим, мальчиков, их там 6-8 человек, это максимум. Обычно у нас было 5-7 детей в группе, вот в семье. И поэтому, если вы приходите, вы должны понимать, что единовременно, если вы пришли, это никакой пользы не принесет. То есть заранее оговаривалось, как это, ну, так скажем, идея, программа, направление работы с этими детьми. То есть это не только прийти и принести тортик, попить с ними чаю, а то есть это заниматься с ними конкретно направлениями какими-то. То есть это очень актуально было для таких детей. Это волонтеры, которые занимались с ними по предметам, потому что подтягивали их в учебе. Это самое сложное в нашей сейчас вот действительности, да. То есть подтянуть по математике, по русскому языку, по химии, по физике. То есть и студенты, которые действительно учились на таких факультетах, они приходили и занимались с нашими детьми как уже репетитора. То есть подтягивали по предметам. То есть мы говорили, хорошо, начали заниматься в сентябре, доведите дело до мая месяца, получите итоговую оценку своей работы. То есть увидите результат в конце концов. То есть и нацеленно была работа на результат. Другое направление, направление творческое тоже самое, да. То есть если приходили творческие коллективы, соответственно, возьмите свой коллектив, да, дайте какую-нибудь роль, пусть он ее сыграет там, пусть дайте ему. У нас для одного мальчика сочинили песню, да, мы его записали на студии. Знаете, это изменило его жизнь. Он теперь поет на свадьбах, конферанции ей и так далее. То есть он в районе живет, выступает, поет. Приходил в гости, рассказывал, у него в ВКонтакте страничка, там пестрит все. Это только один шаг, одна помощь ребенку. Записали песни, раскрыли его возможность, таланты, и он сейчас зарабатывает себе на кусок хлеба. То есть вот это не просто так. Прийти, подарить и уйти. То есть получается, Анна Алексеевна, вот эта кратковременная помощь, о которой, в принципе, каждый человек задумывается, вот приду в детский дом, наверное, да, там, порисую с ребеночком, ну и все, какую-то галочку себе там, да, поставил, что вот я сделал такую хорошую миссию. Получается, что вот эта кратковременная помощь, она даже, наоборот, может негативно повлиять на ребенка. Что это не хорошо, появится в его жизни и сразу уйти. Слишком большой поток людей, которые не заинтересованы в жизни ребенка, а заинтересованы в своей мотивации, они хотят сделать что-то доброе, они не думают о ребенке. Это мне нужно сделать добро, как у нас психологи говорят, догнать и причинить добро. То есть такого делать не нужно. То есть мне кажется, вот это в сознании некоторых людей, оно слишком закрепилось, что вы право, наверное, думаете, наверное, о детях нужно переучить. Как на них это отразится? Ну, по поводу этого, у меня 6 января, вот мы проводили второе мероприятие наше, как раз это было в ресторане Шато, мы проводили тоже, опять же, 6 января Новый год, именно для детей и детишек, и как раз, которые были в детском доме, потом в семью. На самом деле я была немножко в шоке от того, что мы ждали всего три семьи, а людей было 70. То есть семьи были по 10 детей, по 12 детей, это какие-то герои, родители, но детки совершенно разные, это видно, что они приемные, но они такие все сплоченные. Это было такое вот прям добрые такие семьи, курочки такие, которые потом друг другу помогали. Мы там что-то рисовали, они там все вместе подходят, мама подошла, все нарисовали, что там обезьянку мы раскрашивали. То есть я согласна с вами, что, наверное, еще нужно в эту сторону обязательно работать, а по поводу одного раза или нескольких, тоже об этом думала, понимала, что вот я приду один раз, и вроде как бы я дам ему вот эту эмоцию, а потом угасает. И вот сейчас мы планируем, например, поехать в Елабужский детский дом как раз, куда вот мы хотим сделать выставку, и я такой набираю команду ребят, которые дадут мастер-классы. То есть мы на день приедем туда, расскажем по разным направлениям, и туда же приедут ребят мои друзья из Челнов, потому что Елабуга с Челнами, это близко, рядом. И мы с ними уже обговорили с ребятами из молодежного центра НУР, что они возьмут под крылышко этот детский дом, и вот, наверное, там пару ребят, которые будут непосредственно к ним приезжать, либо давать мастер-классы. Мне безумно повезло, что я нашла девушку-танцовщицу прямо из Елабуги, и мы как раз, мы приедем туда, она туда прямо из дома придет туда и скажет, и будет с ними проводить мастер-класс по танцам. То есть вот этот момент того, что это легко, просто сейчас надо дать понять людям, что это легко, но это не значит, что вот да, это такое единовременное. А если, ну это как вот я преподаю в Казанском музыкальном колледже, я преподаватель дирижирования, и я вот занимаюсь со своими студентами, и у нас итог это экзамен. И вот какая оценка у моего студента, значит, такая оценка и у меня. Столько, значит, она заслужила. И вот хочется на самом деле проработать этот момент о том, что это будет не разовая, это будет именно такая цикличная форма, что мы обязательно будем курировать, обязательно будем спрашивать, а куда, а что, а как. И вот этот момент, все равно, наверное, самый счастливый момент будет, это видеть, какие у него результаты. Я безумно радуюсь всегда своим там успехам своих студентов, успехам своих детей на вокальной студии. И для меня это, наверное, самая такая ценность, что ты не просто так куда-то отдал эмоцию, свое знание, а у этого человека тоже уровень возрастает. И, получается, даже прослеживать его период этого развития, действительно следить за его жизнью. И, друзья, вопрос в зал. Вот как вы сами можете помочь сиротам или детским домам, если вы не относитесь к никому из организации? У вас у самих есть какая-нибудь инициатива, и если ее нет, то, может, какая-нибудь созреет? Добрый день. Я студентка третьего курса, обучаюсь в КФУ. И я поняла сегодня, что попала на это ток-шоу не просто так. Спасибо вам, Гульфия, за ваш большой труд. У вас широчайшая душа, огромное доброе сердце, не каждый человек способен. Это просто большое вам спасибо от всего мира и от всех этих детей. Дай Бог, чтобы каждый из них нашел свою семью. Я не принимала до сей поры никакого участия в организации, не входила, хочу сказать. И после сегодняшнего ток-шоу я бы хотела с вами поговорить над темой, присоединиться к вам с большой радостью, поделиться своими творческими способностями, возможно, почитать вам стихотворения свои, возможно, проснется какой-то великий будущий поэт. Я буду этому очень рада, отдать частичку своей душевной теплоты. Спасибо вам большое. Спасибо. Классно. Классно. А еще пока передают микрофон, на самом деле, еще, наверное, тоже прелесть в чем. Есть ребята творческие, правда, и у меня на сайте есть определенный граф музыкант, танцор, актер, а есть организатор. И мне пару человек писали, Гульфиюж, я не пою, не танцую, не рисую, вообще ничего не умею. Я могу как-то помочь. И по идее я, с учетом того, что очень давно занимаюсь общественной деятельностью, я готова делиться, я готова учить, я готова рассказывать, как организовывать мероприятия, с чем сталкиваешься. И поэтому стесняться вообще не надо. Я пока не готов. Я спокойно принимаю, говорю, что хорошо. Хорошо. То есть это мне легко говорить о том, что я могу найти время, потому что у меня его никогда не бывает, но он находится. На самом деле, когда график расписан, намного проще. Есть ребята, которые один раз загорелись и пришли, и вот со мной до сих пор. Это, например, Алина, которая сегодня в студии, которая пришла со мной вместе. Я безумно счастлива, что этот человек пришел. Алина, скажи пару слов. Я просто хочу сказать, что этот человек не была тоже в детском доме никогда, не общалась с такими детьми, и вот какие эмоции, что произошло. На самом деле, я хочу сказать большое спасибо Гульфие, потому что я стала теперь частью огромного, большого проекта «Добротворец», и впереди еще много новых идей. И за это время, за короткий и маленький промежуток времени, как мы знакомы, вместе с Гульфио провели уже два мероприятия, два мастер-класса. И вот про циферблат детишкам проводила роспись печенек. И вот, когда ты смотришь, объясняешь детям, показываешь, что нужно сделать, они подходят к тебе, у них глаза горят, им это интересно. Они спрашивают, что и как, им не хватает, может быть, внимания, и ты к каждому подходишь, объясняешь. Вот приятно. Это действительно очень-очень приятно, когда, опять-таки, ты получаешь отдачу, они подходят, обнимают тебя, говорят спасибо. Второе мероприятие, которое проводили, мы вместе с детишками создавали оригами, мы делали маленьких ангелочков, там в преддверии Нового года делали елочки. По сути, это какая-то мелочь, но дети были настолько в восторге от самого процесса, что они вот все вместе делают, создают какие-то интересные вещи. И вот я, честно, я безумно рада, мне понравилось, и в дальнейшем есть уже куча-куча интересных идей. Я надеюсь, мы будем реализовывать вместе. Теперь я тебя не отстану. Хорошо. Зульфия Вадиховна, вот смотрите, мы, в принципе, нашли, рассмотрели вот такой проект, и у него действительно хорошее будущее. А есть ли вообще сейчас примерно такие же организации, социальные проекты у нас в Казани? Так ли их много? Ну вот самый последний проект от инициативной группы «Вселенная успеха» — это ребята из набережных Челнов и города Казани. У них с 15 декабря прошлого года стартовал проект. Он нацелен на выявление творческих способностей у ребят, то есть предложено, согласно положению о конкурсе, представить на конкурс поделки, рисунки, стихи, собственного сочинения. Координатор этого проекта — Данилов Александр. Он также вокруг себя собрал молодежь творческую, которая готова сотрудничать с учреждениями и приносить помощь ребятам. Кто-то еще в зале хотел высказаться. Ульфия хотел бы еще обратить внимание на такой проект очень интересный. Мамадышин стартовал недавно, вы, наверное, про него слышали. Папа, получается, очень много взрослых мужчин, у которых есть свои дети, они берут под патронат детей, которые воспитываются только своей матерью. Да, и они учат их тому, что должен уметь мужчина. Чинить машину, плавать на лодке, они строят какие-то авиамодели, рыбачить охоту, вот это все. И вот сейчас этот проект стартовал, его даже показали по Первому каналу, и он очень интересный. Почему бы его не реализовать в масштабах Казани? У нас вот есть дети-сироты, которые уходят по семьям, а есть вот дети, которые воспитываются только своими матерьми. И вот на самом деле это тоже проблемные семьи немного. У меня очень много друзей, которые воспитывались только матерью, они стали такими не очень благополучными ребятами. У кого-то там были проблемы с законом, и в итоге они сейчас коротают свои сроки в другом месте, не в свободном плавании находятся. Да, и вот почему бы не реализовать в Казани, в Челнах, в городах, в полумиллионниках-миллионниках вот именно такой проект? Вы сейчас этим занимаетесь? Вы можете взяться за это тоже? Я сейчас не могу давать гарантии, но я понимаю, что это важно, я понимаю, что это нужно. У меня проект больше с творчеством и творческих людей, но с учетом того, что у меня очень много друзей разного плана, я думаю, что я, наверное, скорее всего кому-то это предложу, всячески будут помогать. Но как вариант, я думаю, что можно попробовать. Просто хотел обратить ваше внимание. Хорошо, спасибо большое. Изучим. Здравствуйте, я студентка второго курса факультета рекламы и связи с общественностью. Как вы изначально сказали, то что у вас нет тех людей, которые могли бы продвигать этот проект в следе общественности, которые могли бы создать им образ, делать имя. И я готова, используя сегодня свой опыт, свои знания, которые у меня уже есть, помогать. У меня было другое изначальное представление о благотворительности, о помощи детским домам. Раньше, еще будучи ребенком, я сама регулярно отвозила пакеты с игрушками, книжками, какую-то материальную помощь оказывала. И вот сейчас вы изменили мое представление о том, какая помощь нужна детям больше всего. Поэтому о таком проекте люди просто должны и обязаны знать. Я вам желаю процветания. Уже нам. Я нам уже желаю процветания. Для меня это будет тоже очень интересным опытом, экспериментом для самой себя. И я обязательно вам помогу, потому что мне очень-очень интересно. Спасибо вам. Спасибо. Мы сегодня много говорим о том, что как нужно помогать, как нужно обниматься, как нужно и важно проводить совместную деятельность. Но мы никогда не должны забывать, что это все, это все ребенку изначально должно быть дано в семье. И поэтому в своих рекламных акциях, в своих мероприятиях вы должны всегда помнить о том, что эти дети, которых вы видите, они нуждаются не столько в вашем внимании, в вашей поддержке, сколько как раз в постоянном семейном окружении. И поэтому, проводя все такие мероприятия, проводя какие-то акции, вы всегда своим пунктом должны обозначить, и самым главным пунктом, то, что этим детям нужна семья. Вот сейчас у нас в Суворовском училище есть дети, которые хотят тоже в семью попасть. Но вот, понимаете, в Суворовском училище дети уходят домой, да? А вот дети-сироты, куда они уходят, да? Вот. Есть семьи, которые готовы принять, но не все знают. То есть это тоже информационный голод немножко такой, да? То есть если есть возможность информационную вот эту вот рекламу проводить, да? У нас в Центр Содействия семейного устройства мы можем дать вам любую информацию на сайт, что, как мы проводим. У нас есть совместный проект с общественной организацией «Мама Казани». Наши специалисты проводят обучение волонтеров, которые потом с детками-сиротами и детками-отказниками, и детками, которые там находятся, маленькими, да, они за ними там ухаживают. То есть есть такая программа, что, как нужно подойти к ребенку, как нужно с ним общаться и так далее. То есть готовим, мотивируем людей, да, готовим их психологически к тому, что они должны делать. То есть если придет волонтер, да, к маленькому ребенку, да, он хочет нам помочь, но он не знает, как это сделать. Мы этому учим. Пожалуйста, у нас есть возможность обучить, есть возможность самотивировать, есть возможность дать информацию. Пожалуйста, к нам приходят люди, которые готовы взять детей на воспитание в семью, но они приходят именно вот с таким вот набором знаний, которые совершенно не позволяют им ощутить всю эту полноту ответственности. И мы проводим школу приемных родителей, это 80 часов, мы читаем им психологию сиротства, значит, все проводим тренинги. То есть, знаете, некоторые пары отказываются от того, что они понимают, что они просто не готовы, да, то есть взрослые люди. Мы готовы совместно проводить работу, сотрудничать, и тем, кто желает помогать, объяснить, как это нужно делать, провести какие-то мастер-классы, тренинги. Потому что специалисты, которые работают у нас, они много лет работают с детьми-сиротами, работали в детском доме, знают изначально всю эту систему, знают изначально психологию. И мы готовы этим поделиться. Пожалуйста, можем организовать любые курсы, любые тренинги именно по вот этому направлению. Спасибо вам огромное. Ну что ж, друзья, на этом время нашей программы подошло к концу, к сожалению. Тема очень обширная. Я думаю, что в Гульфе есть еще много чего можно было рассказать нашим гостям. Тоже большое спасибо, что пришли к нам на программу. Гульфе, я тебе тоже отдельное спасибо. Я надеюсь, что сегодня завербовало к себе в команду еще парочку человек. Это то, что твоя команда перерастет с пределов Татарстана на пределы всей нашей России. Спасибо большое. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»